Из книги «Открытый моком» пятый том, тема «Лапкин книги. Вопрос 1439». В предыдущих своих книгах вы проводите большой психологический анализ разных типов людей, как и с кем беседовать. Практические наработки в этом вопросе есть ли у кого из тех, кто уже знакомится с этим материалом. И не следует ли издать подобное по анализу разных типов батюшек православных, кому какой ключ подобрать, каким местом писания можно открыть им ум к верованию, чтобы они покорили Слову Божию? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вы несколько упрощенно поняли, что несколько стоит только почитать соответствующее место Библии данному человеку, точно определив его типы, уже этот слушатель. Станет верным последователем Христа. На практике все это не так упрощено. Бесед проводишь несколько, потом длительный процесс плодоношения, беременности, если только семя Слова Божия попало, запало в души, в уши и в души внимающих. Может быть, этот стих Библии сработает через десятилетия, конкретно, чтобы раз кто-то обратился, о таком я и не слышал, но идут занятия. Мы еще в самом начале работы по этой теме и проходим это в университете. Лично мне, по милости Божией, много раз приходилось на практике испытывать силу Слово Божия. Я видел подоносные всходы и их открытое исповедание, затем перед своими вчерашними товарищами по секте или по жилью в мирском обществе. Или по житью в мирском обществе. Вот со священнослужителями все обстоит по много раз сложнее. Они упорны, страшно упрямы и надменны, встречаются своими знаниями и званиями. Они уже привыкли выглядеть всезнающими перед своими прихожанами, окончили академии и вдруг им предлагают поступить в подготовишки для первого класса, где изучают буковки и азы грамотности. Но иначе им не вылезти из дремучей от своего невежества, они умереть готовы, только бы не на этот позор. Веры в Бога по Библии у них нет, они живут в мире поповском, в своем поповском духе, изолированном от людей и от истины, в дивном миросозерцании своей Богоизбранности, как заядлые иудеи во времена Христа. И многим не Христос, не Библия и не нужны, они без Христа и без Писания Божия царствуют и правят во славу своего животолюбия. Знания их никак не связаны с Библией, они не правил святых соборов и канонов не знают или в открытую пренебрегают ими, пока с ними не встречаешься, то мышишь, что и как им сказать при встрече. Но когда они уже наяву, то сказать им нечего, они бузят, они кричат, они поносят тебя, мгновенные глыки тебя навешивают, баптист, раскольник, зарубежник и прочее. И закатив глаза к потолку, воротят самую несусветную амвросиевскую чушь и только взахаешь. Да, попы-то совсем безбожные в православии, они вообще в темноте хуже бабок деревенских, собирают разные повосенки. Когда покажешь место Писания, то они как и не слышат, долдонят свое, ибо этот бред они уже много раз повторяли у себя в своей епархии. Они царствуют в своем мирке, им на дух ненужном Божии, им бы денежки выколоть из доверившихся им слепоствующих прихожан, и всегда упирают в архиерея свои лживые слова. Пусть епископ даст указание крестить полным погружением, пусть архиерей повелит проповедовать, пусть им ладыка повелит изучать Писание, пусть, пусть попы неверующие вовсе. Они просто атеисты в рясах, хотя слова произносят божественные, но так все у них перепутано в головах, они в абсолютном большинстве невозрожденные, намного хуже своих прихожан. Они все попадают в одну графу неверия в Слово Божие, что оно воистину есть окончательный божественный авторитет. То за предания какие-то хватаются, то за храмы, за иконы, за чудеса, бывшие от песка, от всякой глупости, заверенной где-то чудом, как бы Богом. Продолжение следует...